Из-за селя встали на побережье. Поезда сегодня пребывали с большим опозданием. Медосмотр прямо на работе. У краснодарских гаишников теперь свой собственный здравпункт. Зарплаты вовремя, а игровому бизнесу заслон. Главные темы разговора губернатора и краевого прокурора. Шедевры на станке, которому сто лет. Качиха из Кущевской на страже традиций. Это «Факты» на девятом. В студии Михаил Терещенко. Здравствуйте. Краснодар сегодня накрыл сильнейший ливень. Он затопил несколько дорог. Из-за этого город до сих пор в огромных пробках. В потоках воды автомобили даже тонули. Насадки нарушили движение общественного транспорта. Стояли троллейбусы и трамваи. В затор попала и наша съемочная группа. Из-за дождя и огромных луж в городе образовались бесконечные пробки, которые растянулись на несколько километров. Наша съемочная группа в пробке провела около получаса. До назначенного места, это улицы Гаврилова и Одесской, мы так и не доехали. Там, по информации, в огромные лужи утопают несколько машин. В водном плену сегодня оказались многие краснодарские автомобилисты и пешеходы. Прошедший ливень стал причиной подтопления нескольких улиц в центре краевой столицы. Вода текла рекой по Красной, Северной, Мира, Октябрьской, Коммунара, Второй Пятилетки. Из-за непогоды в районе Чистяковской рощи огромное дерево упало на машины. Пострадавших нет, а вот двум авто требуется ремонт. К сожалению, я стал жертвой ненасти, стихии. Вот моя машина придавила. Проконсультируюсь у юристов, но, насколько я полагаю, едва ли что-то здесь можно будет поделать. Вот придется самостоятельно решать проблему. Несколько часов краевая столица стоит в глухой пробке. Яндекс выдает 9 баллов из 10. На откачку воды еще днем были привлечены 5 аварийных бригад. Ливневками в городе обеспечены менее половины дорог. Для строительства новых сетей и насосных станций краевой столицы потребуется 5,5 миллиардов рублей. Елена Касабова, Валерий Пятов, 9 канал, Краснодар. Движение поездов в Туапсинском районе вошло в привычный график. Отставания от расписания из-за ночного схода селевого потока уже нет. И это несмотря на то, что восстановительные работы продолжаются. Напомню, ЧП на ЖД-участке около поселка Шепси произошло ночью. Из-за сильных дождей на пути сошел сель. Он перекрыл дорогу пассажирскому составу Владикавказ-Адлер. Как сообщает пресс-служба СКЖД, массы земли задели шестой и седьмой вагоны. Никто не пострадал. Из-за ЧП было приостановлено движение 22 поездов. Между тем спасатели продлили практически по всему краю экстренное предупреждение по ливням и шквалистому ветру. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Непогода может привести к подъему уровня воды в реках, подтоплением и сходу селевых потоков. Проливные дожди могут негативно сказаться и на результатах уборочной кампании. Как написал сегодня губернатор Александр Ткачев в своем микроблоге, чтобы закончить уборку на полях, нужно всего несколько солнечных дней. Цитирую. В этом году рассчитываем на хороший урожай и очень не хотелось бы терять его часть на финишной прямой жатвы. Глава региона также сообщил, что по заверениям метеорологов уже послезавтра погода начнет улучшаться. Как взаимодействуют прокуроры и муниципалитеты края? Сегодня губернатор Александр Ткачев во в ходе рабочей встречи доложил прокурор Кубани Леонид Корженек. Он отметил, что в этом направлении удалось добиться значительных результатов. В частности, прокуроры и главы районов стали оперативно обмениваться информацией и проводить своевременные совместные проверки предприятий, где нарушаются трудовые права граждан, не выплачивается в срок заработная плата. Кроме того, совместными усилиями прокуратурой и власти на местах противостоят игорному бюджету и продаже нелегального алкоголя. А с председателем краевого суда Александр Ткачев обсудил недавнюю инициативу президента объединить верховный и высшие арбитражные суды. Александр Чернов отметил, что этот вопрос давно обсуждался в среде судей. Нередкие случаи в практике, когда решения арбитражного и Верховного суда были несопоставимы. Этот шаг позволит не только выработать единообразную судебную практику, но и существенно сэкономить деньги на аппарате. Добавлю, что Госдума рассмотрит предложение Владимира Путина в рамках осенней сессии. В Краснодаре для стражей кубанских дорог открыли специальный здравпункт. Аналогов ему нет в России. Сдачу уникального медцентра приурочили к 77-й годовщине со дня основания ГАИ, который отмечают сегодня. Дежурство на дорогах в жару и мороз, постоянные стрессовые ситуации заметно сказываются на здоровье сотрудников ГИБДД. Теперь так называемые профессиональные болезни автоинспекторов можно диагностировать и лечить практически без отрыва от работы. Поверьте мне, у них зачастую просто не хватает времени где-то обратиться, куда-то поехать за медицинской помощью. А здесь это все будет доступно, в шаговой доступности, быстро, оперативно. Проверил свое состояние здоровья, получил консультацию, ну и прошел определенные процедуры. Техника медцентра, который открыли прямо на территории краевого управления ГИБДД, позволяет лечить заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Также в медпункте окажут помощь полицейским серьезными травмами или осложнениями. Мы сделали модель лечебного учреждения как мини-поликлиника. Здесь проходят не только профосмотры, лечение, профессиональное оказание помощи стоматологической, лора, окулисты, но и восстановительная терапия, это функциональная диагностика. Сотрудники ГИБДД могут воспользоваться и тренажерным залом, также расположенным на территории медцентра. Краевые власти уверены, что открытием здравпункта помощь автоинспекторам не закончится. На обеспечение безопасности дорожного движения с бюджета края ежегодно выделяются солидные суммы. Есть программа обеспечения безопасности дорожного движения, и там она до 2017 года разработана. И в последнее время мы разработали специальную программу комплексное обеспечение безопасности жизнедеятельности, где тоже предусматриваются средства. Вот только на последней сессии, 26 июня этого года, на эти две программы мы дополнительно выделили почти полмиллиарда рублей. Эти деньги краевые власти планируют потратить, в том числе и на приобретение современных транспортных средств и камер наблюдения за дорожным движением. Бронзовая мать и море слез у ее ног. Таким будет памятник жертвам наводнения в Крымске. Сейчас его устанавливают в центре города. Автор идеи, известный краснодарский скульптор Алан Карнаев, высоту композиция достигнет 5 метров. По словам художника, ключевая фигура памятника – женщина. Вокруг нее на стене будут установлены мемориальные таблички с именами погибших во время разрушительной стихии летом прошлого года. По задумке Карнаева, эта скульптурная композиция станет своеобразной стеной плача для крымчан. Со стены падают водопадики маленькие, ну, их так можно назвать. Скорее всего, ну, как капли слезы будут течь, вот, тут 3, тут 5, в общем. Тему глубже неоднозначно раскрыть. И ужасы не надо показывать. Памятник возводят на пожертвование. День его открытия запланировано на 6 июля, в день, когда исполнится ровно год после наводнения. Алан Карнаев также создал монумент «Древо скорби» в память о детях, погибших во время теракта в Беслане. В его активе много известных работ, в их числе краснодарские памятники Александру Суворову, Федору Щербини, композиция «Студенты». Лауреат нескольких творческих премий, его работы есть в галереях и частных коллекциях многих стран. Искусство общения с курильщиками осваивают в Олимпийской столице. Сегодня там начались тренинги под названием «Сочи – город, свободный от табака». Семинары проводят специалисты Международного союза против туберкулеза и легочных заболеваний. Слушателями стали волонтеры, психологи и медики. Их учат, как правильно разговаривать с курильщиками разных национальностей. А также объясняют, как избежать конфликтных ситуаций с людьми, у которых в руках сигарета. Первыми, на ком отработали навыки, стали курильщики в общественных местах. Добавлю, что с подобным проектом специалисты Международного союза работали и во время подготовки к Олимпиаде в Лондоне. Семинар проходит в рамках «Года здоровья», объявленного на Кубани. А на курорте три года назад приняли хартию «Сочи без табака». Ее подписали более 100 тысяч жителей и гостей города. И вот некоторые темы второй части выпуска. Наркосад в квартире уже под колпаком. На троих наркодилерам теперь сидеть четверть века. Шедевры на станке, которому 100 лет. Ткачиха из Кущевской на страже традиции. В Краснодаре сегодня рулят дамы, причем по тайным знакам и спецзаданиям. Реклама пройдет быстро, оставайтесь с нами. Четверть века на троих за торговлю наркотиками. Такой приговор вынес сочинский суд местным жителям. Согласно материалам дела, заняться торговлей марихуаной решил 38-летний житель поселка Кудепста еще в 2011 году. В нарко-альянс вступили двое его товарищей. Они закупали сырье, расфасовывали его по спичным коробкам и продавали. Наркотики сбывали в основном в Хостинском районе Сочи. Товар хранили в квартире идейного вдохновителя и по совместительству главаря группы. К нему-то с проверкой и нагрянули наркополицейские. Они обнаружили 300 граммов наркотического вещества и подробную инструкцию по выращиванию конопли. Организатора преступного бизнеса суд приговорил к 9 годам лишения свободы, а его подельников к 9 и 7 годам тюрьмы. Следственный комитет не нашел события преступления по факту гибели собак на улице 1 мая в Краснодаре. То есть не было доказано, что такая гибель вообще произошла. В конце апреля в редакцию 9 канала обратились жители этой улицы с просьбой осветить массовую гибель более 10 бездомных животных у них во дворе. Историю напомнит Ирина Патронова. Эти кадры мы показали два месяца назад. Жители окрестных домов стали свидетелями, как отравленные собаки в вагоне умирали до вечера. Другую часть животных, по словам очевидцев, загнали на территорию части. Местные жители в случившемся обвиняли служащих в войсковой части, которая расположена вокруг домов. Сюжет вызвал большой резонанс. В стороне не остались защитники животных и общественные организации. Однако тогда по другую сторону забора в воинской части отказались от комментариев. Сейчас военные рассказали, что же, по их мнению, произошло в апреле. И почему местные жители связали людей в форме исчезновения собак. За пределами нашей воинской части находится общежитие, в котором проживают наши военнослужащие. И, соответственно, может быть, проводили какую-то уборку и спугнули бездомных собак. Воинская часть 3703 относится к внутренним войскам МВД. Срочники и контрактники этой части призваны нести патрульную службу на улицах краевой столицы. Место, в котором воспитывают настоящих мужчин, по мнению полковника Григорука, не имело отношения к гибели животных. Я могу заверить, что наши военнослужащие животных, собак около воинской части и на ее территории не уничтожали и не убивали. После нашего сюжета военное следственное управление проверило территорию части на наличие останков животных и гильз. А также опросили всех, включая командира. Больше 10 человек из дневальных, начальства и кинологической службы опросил следственный комитет. Показания мало отличались друг от друга. Чаще всего они были такими. О том, что жители пожаловались в сюжете, подавляющее большинство из служащих узнали на утреннем построении. Все как один утверждают, никаких собак военные не травили и бездомных животных на территории части вообще никогда не было. Но местные жители из числа бывших военнослужащих этой же части не могут согласиться с такими заявлениями. Народ боится. В части никто не скажет. У нас есть свидетели. Почему ни одного из свидетелей не опросила прокуратура, я не знаю. Тем не менее, следователь-криминалист военного следственного отдела по Краснодарскому гарнизону по результатам проверки вынес такое решение. Возбуждение уголовного дела. Отказать. Ирина Патронова, Самир Гачаев, Александр Клипа, 9 канал, Краснодар. Новый храм на территории Армавирской исправительной колонии осветил сегодня митрополит Екатеринодарский Кубанский Сидор. Церковь построили заключенные, они возвели стены и расписали их внутри. Работы начались в 2010 году и закончились только сейчас. Храм освящен в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. По словам владыки Есидора, все, кто участвовал в строительстве, вложили в работу часть своей души. Заключенные и сотрудники будут молиться Господу Пречистой Богородицы и всем источникам. Боиспослание им мира, добра, смельного счастья, помощи Божьей и благотворной деятельности. Заключенным, чтобы Господь послал терпение. Богослужение в честь освящения храма длилось около полутора часов. На нем присутствовали заключенные, работники колонии, представители местной власти и казачества. А после службы митрополиту вручили медаль за укрепление уголовно-исполнительной системы. Поезд творческих идей отправился в путь. Образовательный проект под таким названием вновь стартовал на Кубани. Идея принадлежит Екатеринодарской и Кубанской епархии, пассажиры поезда, священнослужители и учителя основ православной культуры. С коллегами и участниками проекта они поделятся своими опытом, преподаванием, идеями и методическими наработками. Программа включает в себя восемь зональных семинаров. Участники уже побывали в Тимошевске, Кропоткине и Станице Ленинградской. Особенность маршрута этого года в том, что поезд побывает в соседней Адыгее. Участники передвигаются из города в город. В этом году мы посетим 10 городов творческих. У нас наши участники творческие, инициативно интересные люди. Педагоги, лучшие педагоги Кубани по основам православной культуры. Победители, призеры конкурса, учитель года Кубани по основам православной культуры. Во время семинаров открыты выставки работ на православную тематику. Это подделки, экспозиции, иконы из бисера и ткани детей и их педагогов. На Кубани проект действует уже 5 лет. В прошлом году поезд творческих идей стал победителем международного конкурса «Православная инициатива». Во Всероссийском детском центре «Орленок» через час начнется торжественное открытие фестиваля визуальных искусств. В его конкурсной программе 8 номинаций. Среди них кинематограф, телевидение, анимационное кино, фотокросс. Работу взрослых оценит детское жюри. За неделю более 3000 подростков посмотрят мультфильмы, короткометражные ролики, компьютерные программы. И по итогам обсуждений выставят оценки конкурсным работам. Не обойдутся «Орляты» без помощи взрослых. С ними будут работать профессионалы, известные актеры, режиссеры-мультипликаторы. Дмитрий Золотухин, Михаил Алдашин, Борис Грачевский. Все они в разное время побывают в детском центре. Ярмарка народных ремесел пройдет в эти выходные в Краснодаре. Праздник мастеров решили устроить депутаты законодательного собрания края. Гости жителей краевой столицы смогут больше узнать о промыслах, приобрести сувениры и подделки, сделанные руками кубанских умельцев. В прошлом году парламентарии приняли закон о господдержке народных ремесел. После этого многие мастера стали индивидуальными предпринимателями. Свои гобелены, рушники и половики, сотканные на старинных станках, привезет на ярмарку и Татьяна Воробьева из Кучевского района. Там работает единственный в крае центр ремесел. Анна Горлова узнала тонкости ткацкого производства. Качество на Кубани, как и во всей России, было ремеслом не просто важным, а жизненно необходимым. На создание тех же рубах, половиков, рушников требовалось много времени и определенные навыки. Делались они, что называется, на века, передавались из поколения в поколение. Да и называть их просто элементами убранства комнаты было бы неверно. Это ведь настоящие произведения народного искусства. Татьяна Николаевна народным искусством увлеклась около 10 лет назад, потянула к истокам. В одной из поездок по России увидела вот такой станок. Много лет он простоял в небольшом селе Воронежской области. Его хозяйке он достался от матери. Этот станок был сделан в качестве приданного ее матери в 1910 году. В старину, чтобы сесть за станок, выстраивались целые очереди. На всю станицу он был один. Ткацкая машина и сейчас в строю выдает разноцветные половики. Но научиться ткать – это только полдела, рассказывает мастерица. Сначала нужно подготовить нить. Для этого собирали и сушили травы. Ленка, наплю, крапиву. Затем, как девичью косу, сухое волокно расчесывали гребнем и отправляли на прялку. А уж потом готовую нить наматывали на стену. Чтобы намотать такое количество нитей и такой длины, подсчет был, что ткачиха должна пройти 10 километров. Весь процесс носил и носит до сих пор особый, сакральный смысл. Чтобы взять правильно, набрать взор в ткачестве, нужно знать содержание, смысл орнаментов древнерусских. Все, что я наткала, да, уже, наверное, можно мерить в километрах. Километр точно. Дорогу от центра ремесел домой можно послать своими тканными изделиями. В Кущевском центре ремесел есть даже специальный станок для тех, кому трудно работать ногами. Там нет педалей. Так что создать свою скатерть или женскую юбку по старинным технологиям можно и в 21 веке. А современных мастериц в районе ценят, а их работы называют культурным достоянием. Творческий потенциал и духовное богатство Кущевского района, которое нужно сохранить и обязательно приумножить. Но сама Татьяна Николаевна не прочее поэкспериментировать. Например, вот этот цветочный гобелин она тоже выткала на станке. Анна Горлова, Игорь Хашубин, 9 канал, Кущевский район. Сегодня 9 канал определит 11-го обладателя бесплатного билета на концерт Элтона Джона. Британская звезда выступит в Краснодаре 14 июля. Если вы внимательно с понедельника по четверг будете смотреть программу «Такая жизнь», она выходит в эфир сразу после фактов, то у вас есть шанс выиграть билет на шоу. В конце передачи ведущий Алексей Власов озвучит вопрос. Вам нужно позвонить по телефону, который появится на экранах, и ответить правильно. Победителя определяет случай. Сегодня билет получит 18-й, дозвонившийся с правильным ответом. Цифры, напомню, каждый раз меняются. Узнать их можно на сайте 9-го канала. Розыгрыш продлится до 11 июля. В следующем выпуске «Фактов» в 22.00 мы назовем имя сегодняшнего победителя. Дамы рулят, по крайней мере, сегодня. В Краснодаре в третий раз прошел автоквест под таким названием. Около полусотни женских экипажей сегодня колесили по краевому центру в поисках контрольных точек. Какие задания были на пути у представительницы прекрасного пола, и по какому маршруту проходила автоигра, узнаем у еще одной дамы Маргариты Аветисян. Эти дамы давно привыкли рулить, причем во всех смыслах этого слова. В Краснодарском автоквесте принимают участие только бизнес-леди на своих авто. Каким будет маршрут, до последнего никто из них не знает. И только перед самым стартом дамам раздали заветные листочки. На старт вышли почти 50 дамских экипажей. Все подружки по парам разбрелись по Тойотам, Мерседесам, Опелям, Фольксвагенам. Чтобы понять, куда ехать, дамы должны были сначала разгадать задания. Каждый правильный ответ – это одна точка на маршруте. Здесь ваш автомобиль накормят вкусной, полезной для него пищей. Ищите номер один на улице Селезнева и предъявите свой сертификат. Это заправка. В каждой машине штурман и пилот. Одна следит за скоростью и знаками, другая изучает карту и подсказывает маршрут. В списке контрольных точек 11 пунктов. Чтобы стать победителем, дамам нужно собрать полную картинку. Каждый кусочек пазла дается только после того, как экипаж пройдет очередное испытание. К примеру, в парке «Солнечный остров» дамы должны были прокатиться на колесе обозрения и увидеть тайный знак. В одном из автосалонов Краснодара леди пересели из своих машин в чужие, чтобы доказать, что рулить они могут даже чужим кузовом. Впрочем, для директора интернет-агентства Александры Левицкой автоквест – испытание не только на знании автомобиля. В любой ситуации важно оставаться дамой. И рулить, конечно. Сейчас такое время, что девушка не может быть просто как бы домохозяйкой. Она хочет быть красивой, успешной, признанной. На автозаправке дамам пришлось поломать голову и отвечать на сложные вопросы. К примеру, при какой температуре замерзает бензин. В городских пробках леди тоже не скучали и разминали руки-ноги. В этот раз, чтобы запутать дам и усложнить задание, организаторы решили сделать финиш там, где был старт. Чтобы пройти маршрут, экипажам потребуется несколько часов. Достаточно сложный маршрут, потому что в прошлом году участницы говорили, что они не хотят простоты, им нужно было чего-то такого эдакого и сложного, интриги и так далее. Поэтому мы постарались в этом году. Я думаю, они не останутся недовольными. По пути автоквеста дамы заезжали в магазины, салоны связи, бизнес-центры, парки, скверы и другие знаковые места Краснодара. Показали умение водить машину, знание правил дорожного движения и способность перепарковаться в очень маленьком пространстве. Но победа, как признаются сами участницы, здесь не главная, ведь каждая из них в своей фирме и своей компании уже топ-вумен. Маргарита Витясян, Юрий Дёшин, 9 канал, Краснодар. И только что стали известны итоги автоквеста «Дамы рулят» лучший экипаж автоледи Галина Дрига и Наталья Солодкова. Добрались до российских берегов. Сегодня участники яхтенного фестиваля «Черное море» прибыли в Новороссийск. Экипажи на сутки задержало штормовое предупреждение, непогоду пережидали на рейде в Феодосийской бухте. В море яхтсмены вышли накануне и ночью прибыли в город-герой. От Феодосии до Новороссийска был избыток ветра и большой избыток волны. Высота волны достигала 5 метров. Это был очень тяжелый переход, поверьте мне. Я давно хожу на яхтах и на Черном море попадаем в такую погоду достаточно редко. Фестиваль «Черное море» стартовал 27 июня в Севастополе. Морское путешествие объединило яхтсменов из России, Украины, Мальты и Панамы. Почти за две недели они планируют пройти 400 морских миль. В каждом городе к экипажам присоединяются новые участники. По маршруту впереди город Геленджик, финишируют парусники в Сочи. Главная цель фестиваля – сделать Черное море зоной яхтенного туризма. И далее новости спорта в студии Сэм Селезнев. Здравствуйте, Сэм. Добрый вечер. Хочу спросить о футбольной Кубани. Игроки новые есть, команда тренируется, а тренер-то где? А тренер Михаил собрался судиться с Мордовией, потому что саранский клуб никак не хочет отдавать ему трудовую книжку. То есть официально Даринел Мунтиану еще трудоустроен в Мордовии? Ну можно и так сказать. А вот его будущими игроками, футболистами Кубани, интересуются европейские команды. Подробности сейчас в «Фактах спорта». 5 миллионов евро Кубани за разы Азбилиса предложил стамбульский Бешикташ. По информации журналистов турецких семей в услугах 23-летнего игрока сборной Армении, заинтересован главный тренер команды, экс-наставник московского локомотива Славин Билич, который довольно хорошо знает возможности полузащитника. Но заполучить футболиста Биличу будет непросто. Во-первых, предлагаемая сумма не так велика. А во-вторых, руководство Кубани не раз заявляло, что со Сбилисом желто-зеленые расставаться не собираются. А красно-зеленые не расстанутся с Ником Калатесом. Баскетболист остается в локомотиве. Об этом сегодня написали спортивные СМИ Греции. За сборную именно этой страны, напомню, защитник выступает. По мнению журналистов, Флока решил улучшить условия Калатеса в Краснодаре. И новый контракт рассчитан до 2016 года. Желание продлить отношения с лучшим игроком прошедшего сезона понятно. Железнодорожникам предстоит дебют в Евролиге. Жеребьевка которой, кстати, состоится уже завтра. В составе сборной страны по пляжному гандболу, которая сыграет на чемпионате Европы, выступят сразу шесть игроков Екатеринодара. Сейчас национальная команда тренируется в краевой столице. На сборе 10 гандболистов. На соревнования, которые пройдут в Дании, они отправятся в воскресенье. Добавлю, что на последних двух чемпионатах Старого Света наша команда становилась серебряным призером. Оба раза в финале россияне проиграли хорватам. В Дании одновременно с мужчинами сыграют и женщины. Сборную нашей страны тренирует известный краснодарский специалист Владимир Кияшко. А среди игроков восемь представительниц кубанского пляжного гандбола. А женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина начала тренировочный сбор в Сочи. Спортсменки тестируют малый олимпийский трамплин К-95 комплекса «Русские горки». А также занимаются общей физической подготовкой. По словам лыжниц, трамплин для них новый. И нужно немало времени, чтобы к нему привыкнуть. Но опыт тренировок добавили они, несомненно, поможет на Олимпиаде. Кстати, женские прыжки с трамплина в 2014 году дебютируют в программе зимних игр. Все-таки родные стены, они как-никак помогать должны. И все равно, как бы, думаю, что вроде надо не оплошаться, так скажем. Все равно надо на 100, даже не на 100, наверное, на 180% выкладываться на самый максимум. «Русские горки» успешно прошли тестирование. Комплекс уже принимал международные соревнования, континентальный кубок и этап Кубка мира. А вот первый сочинский этап «Формул-1» состоится в октябре 2014 года. Но в дальнейшем, по словам организаторов, его могут перенести на май. Связано это с тем, что в начале третьего месяца весны в России немало выходных дней. И для болельщиков посещение гонок будет намного удобнее. Кроме того, в май зачастую теплее, чем в октябре, а продолжительность светового дня больше. Окончательный календарь сезона 2014 станет известен через два месяца. А через три года в России появится еще одна трасса «Формул-1» к 2016-му. Автотрек хотят построить и в Москве. А закончу выпуск еще одной футбольной трансферной новостью. СИСЭ в Кубани не будет. Об этом сегодня заявил спортивный директор клуба Сергей Доронченко в интервью порталу «Лайв Спортс». По словам Доронченко, желто-зеленые действительно интересовались футболистом, но, цитата, «могу ответственно заявить, что ни на сборах Кубани, ни затем в команде его не будет». Ну а далее погода со Светланой Листовой. У меня же на этом все. Всего хорошего. До новых встреч. Добрый вечер, мои дорогие любители хорошей погоды. Вы знаете, у каждого месяца есть такие дни, когда мы все находимся в ожидании. Что же нам еще приготовила погода? Прошедшие три дня мы были в напряжении. Пойдет дождь или не пойдет? Брать зонт или надевать новые туфли? Друзья мои, замаячил солнечный свет в конце облачного тоннеля. Смотрите, циклон уходит от нас. Мы находимся в поле низкого давления, и над нами все еще видны облака. Однако, рядом набирает силу антициклоны, постепенно движутся в нашу сторону. И что же нас ждет? А ждут нас местами небольшие дожди, грозы и где-то даже сильный дождь. Неприятная новость, днем и вечером может пойти град. Будьте внимательны, на всякий случай возьмите зонт. Вообще, еще придется потерпеть осадки несколько дней. А к выходным, может быть, у вас получится загореть. А пока завтра ветер будет не сильный, восточный 5-10 метров в секунду. А вот при грозе он усилится до 18. Температура ночью 15-20, днем 27-32. На Черноморском побережье температура ночью 18-23, днем 24-29. Вода в Черном море радует нас температурой в 25 градусов, а на Азовском на 2 градуса выше. Итак, давайте посмотрим, где самые высокие температуры в крае. Это Лобинск, Мостовской, Курганецк, там плюс 31. Прохладнее всего Сочи, Туапса, Геленджик, там плюс 24. В Краснодаре возможен небольшой дождь с грозой. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. А днем он усилится до 13. Температура утром 25, тепло днем 31 и вечером 27. И, наконец-то, давление в норме, дорогие мои. Несмотря на то, что кому-то может и не нравиться дождь, давайте откровенно. Но это лучше, чем плюс 40. И не забывайте улыбаться, и будьте красивыми в любую погоду, и самое главное, не болейте. Напоминаю, что спонсор прогноза погоды – Восточный экспресс-банк. Выгодные кредиты, простые условия. Ну все. Удачи, любви, тепла. Пока.